Привет! Сегодня я вам расскажу о первом дополнении к Дню Победы 4 «Вместе к Победе». В этом дополнении мы сконцентрировались на странах Содружества и Альянсе Союзников. Одним из самых больших изменений в дополнении является система автономии, которая пришла на смену старым отношениям Мастер-Марионетка. Она разделяет их на несколько уровней, каждый из которых означает, что вы становитесь всё более влиятельным, как господин. Например, это означает доступ к вербовке колониальных войск и их найму в марионетках. Подчинённые нации могут наращивать свою мощь, чтобы подняться по лестнице к свободе. Вы пройдёте через все ступени на пути от обычной дипломатической аннексии до полноценной независимости, между которыми лежат колония, доминион, интегрированная марионетка, и каждая из этих ступеней принесёт небольшие отличия игрового процесса и даст особые преимущества разным позициям. Вместе с новой системой автономии мы проработали все страны содружества. Это означает, что к восьми оригинальным древом фокусов мы добавили ещё пять новых. Для Канады, Южной Африки, Индии, Австралии и Новой Зеландии. Даровав каждой из этих наций возможность пройти как историческим путём, так и воспользоваться очень интересными альтернативными путями. Например, Индия может решить встать на сторону национальной армии и попытаться заполучить помощь Советского Союза или Германии, завоевав себе таким образом свободу. Или вы можете решить полностью поддерживать Британию, а свободу получить позже в ходе войны. В плане взаимодействия у нас есть две новых особенности, одной из которых является возможность запросить ленд-лиз, которая значит, что вы сможете заполучить часть ужасающей промышленной мощности Америки. Вторая механика — это обмен технологиями. Вы сможете начать программу технологического обмена между странами и получить бонусы к исследованиям. Это доступно как для стран-содружества, где у вас будет отдельная опция для развития обмена, так и для остальных стран, находящихся в одном альянсе. Среди других нововведений выделяются непрерывные национальные фокусы, которые являются новым типом национальных фокусов. И, как можно видеть, они отличаются от обычных тем, что дают вам бонус, пока остаются активными. Так что вы можете получить бонус к производству, исследованиям, подавлению повстанцев и тому подобному. День Победы 4 — это игра в основном про войну. Поэтому у нас есть два нововведения в этой области. Одним из них является приказ «Прорыв», который упростит организацию окружений. А новый журнал «Сражений» даст вам подробный отчёт о потерях снаряжения, живой силы, авиации и прочую информацию, которая станет важным подспорьем при принятии решений. Вместе с темами «Содружество» дополнение включает в себя три новых трека от композитора Андреаса Вальдедорфа. Также новые 3D-модели, портреты для командующих. Стоит добавить, что мы добавили озвучку для 13 стран, больших и малых. Так что, когда вы будете играть за них, ваша пехота будет отвечать на языке своей нации. По традиции Paradox, дополнение будет сопровождать бесплатный патч — факел. Он включает в себя исправление ошибок, баланса, улучшение искусственного интеллекта и немного нововведений. Например, вы сможете более детально проработать гарнизонные приказы. Ещё у нас есть новый музыкальный плеер, окно с достижениями и прочие улучшения интерфейса. Дополнение «Вместе к победе» запланировано к релизу на 15 декабря. Так что мы ждём вас на поле боя.